Сколько стоит отопление, когда отключат тепло в наших домах и где в первую очередь будут производиться профилактические работы и гидравлические испытания городских теплосетей? На сегодняшний день это самые распространенные вопросы от жителей нашего города. Наша съемочная группа решила встретиться с руководством теплоснабжающей организации, где нам рассказали об итогах зимнего отопительного сезона и о будущих планах работы. Отопительный сезон прошел в нормальном режиме. Эта зима, по мнению специалистов теплоснабжающей организации, особо не отразилась на их плодотворной деятельности. Если даже и были какие-то мелкие аварии, то устранялись они в оперативном режиме, чтобы наши жители не успели почувствовать какого-либо дискомфорта в своих квартирах и домах. Прежде всего работает команда, и я благодарен тем ребятам, которые у нас работают и на трассах, тем специалистам, которые работают здесь. Потому что один в поле не воин, и если пришел новый руководитель в организацию, это не значит, что я сделал какие-то изменения, которые позволили нам пройти. Нет, это заслуга всего коллектива, и, соответственно, только благодаря людям, которые работают здесь на местах, мы смогли все, так скажем, сделать для того, чтобы не завалить наш отопительный период 2017-2018 годов. Что касается предстоящих работ, одним из приоритетных направлений – это проверка теплосетей, пролегающих по участку городских дорожных трасс, на которых этим летом будут производиться капитальные строительные работы. По тому маршруту, где будет планироваться ремонт асфальтобетонного покрытия, у нас есть 15 переходов наших сетей именно по этим участкам. Соответственно, мы сейчас их будем ревизировать, потому что администрация распорядилась, что все работы, если есть какие-то проблемы, нужно будет устранить до 1 июля, и, соответственно, к этому сроку, я думаю, мы все вопросы закроем. Насчет отключения отопления стоит отметить, что решение об остановке отопительной инфраструктуры принимает исключительно муниципалитет города. Отключение теплосетей производится по письменному указанию городских властей, после чего предписание передается в теплоснабжающую организацию. Остановка оборудования – это очень сложный и трудоемкий процесс, ведь кроме открытия задвижек в распределительных пунктах необходимо стравливать воздух и проводить целый комплекс мероприятий. Если говорить про календарное окончание сезона, то, как правило, это ближе к первомайским праздникам, это конец апреля, там, 28, 29, 30 число. Если говорить про погодные условия, то вы знаете, да, в течение 8 дней, когда температура у нас больше 8 градусов, мы можем уже прекращать. Но апрель месяц, он такой нестабильный, вот эти температурные качели, то заморозки, то тепло, поэтому по опыту прошлых лет до конца апреля. Еще один распространенный вопрос, который интересует наших жителей – как рассчитывается оплата за отопление. Согласно правилам оказания коммунальных услуг, плата за отопление рассчитывается на основе среднемесячного потребления тепловой энергии. В стоимости нашей гикакалории больше 80% – это затраты на приобретение энергоресурсов, что имеется в виду. Это покупка природного газа для того, чтобы воду нагревать в котле. Это покупка электроэнергии для того, чтобы эту воду прогонять по-тругому. Это покупка тепловой энергии и воды у Конаковской ГРЭС, потому что система отопления города Конаково так сложилась, что водоподготовка и часть генерирующих мысленностей расположены на Конаковской ГРЭС. Поэтому без Конаковской ГРЭС мы не можем существовать. И часть тепла, значительную часть тепла, порядка 50% погоды мы покупаем у Конаковской ГРЭС. Все это входит в стоимость гикакалорий. Остальные 20% – это налоги, зарплаты, ремонты, ну и все соответствующее. Руководители предприятий не скрывают проблем, конечно, много. Изношенность городских сетей – 75-80%. План работ, как обычно, будет составлен после гидравлических испытаний. Но есть точный список теплотрасс, которым необходимо уделить особое внимание. Намечены плановые работы по замене теплотрассы на улице Баскакова в районе дома номер 18 в сторону 11-го детского сада, на улице Гагарина в районе 3-го и 5-го домов. А также планируется реконструкция узла подачи воды на водогрейной котельной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова